Валерий Швец попал на службу в погранвойска в рамках шестой волны мобилизации. Отслужил 11 месяцев. Два дня назад обратился в клинический госпиталь с сильнейшими болями в спине. Врачи поставили диагноз – позвоночная грыжа. Давал на ноги, не мог ходить нормально. Даже и лежать не могло. Пришел сюда, так как служил. Ветеран-пограничник Александр Духанин отдал службе 30 лет. Постоянное напряжение в работе сказалось на здоровье. Начало шалить сердце. Часто беспокоили головные боли. К сожалению, возраст уже не тот, когда можно бегать, прыгать, искакать. Теперь уже прыгает и скачет давление. Пришлось обращаться за помощью. Так как своими силами исправить этот недуг не смогли. Теперь обследовать пациентов в Одесском госпитале Госпогранслужбы станет значительно легче. В качестве гуманитарной помощи от Центра медицинской визуализации Финляндии врачи получили мобильный рентген-аппарат нового поколения. Точно снимков отвечают европейским требованиям. А вот облучение во время рентгена в четыре раза ниже. Он не стационарно стоит в одной комнате, может двигаться из палаты в палату. Это очень важно. Я в этом смысле не очень, но знаю точно, что он мобильный и очень важный обладатель. Можно было делать предварительно только рентгенографию кисток. А этот рассчитанный и на рентгенографию кисток, и легень, и другие разноплановые исследования. Плюс он еще и является мобильным. Перевести этот многофункциональный аппарат помог благотворительный фонд. На границе, правда, пришлось отстоять несколько дней. Сами таможни, которые принимали участие, они понимали, что груз, в общем-то, гуманитарный. Но вот в силу того, что зажаты в рамке вот этих наших правил, законов, они заложники ситуации. Там, в общем-то, было очень тяжело. Подключались все. В конце концов, получилось победить вот эту бюрократическую машину. Благодаря новому оборудованию необходимости перевозить тяжелобольных пациентов в рентген-кабинет больше нет.